Как и большинство недомоганий, это началось внезапно. Резко подросло давление, возникла сильная головная боль. 50-летняя Миниса Евдокимова, сама медик, поэтому судьбу искушать не стала. Скорая приехала в 12 днях, послушали, сказали, что хрипы, стабилизировали немного давление, увезли меня на КТ. Сделали КТ, поставили двустороннюю пневмонию. Женщину лечили 5 дней и острое состояние сняли, но внезапно она почувствовала слабость, после чего потеряла сознание и при падении получила травму головы. Было решено экстренно отправить пациентку в Идновскую районную клиническую больницу. При поступлении подтвержденный ковид, поражение легких в первой степени и обширная рана лобной области с активным кровотечением. Когда пациентка оказалась в приемном отделении, хирург, заведующий 7-м инфекционным отделением Ибрагим Абакаров, сразу принялся за работу. В приемном отделении сделали, сразу же мне КТ сделали, КТ черепу, КТ легких, и сразу в приемном отделении зашили все и подняли вверх. Спасибо доктору. Работу осложнял тот факт, что женщина получила травму в области лица, а потому хирургу пришлось применить все свое мастерство. Получилось наложить, учитывая ее пол и возраст, такой трудоспособный, косметические швы. Мы будем надеяться, что в отдаленном, послеоперационном периоде от швов особо не останется следа. В настоящий момент министр Евдокимова идет на поправку, а врачи напоминают о необходимости соблюдать антиковидные меры, чтобы хоть немного облегчить их работу. Хотелось бы попросить, может быть, чтобы люди, все обыватели понимали степень ответственности нашей и нагрузку, которую мы все и врачи, и сестры, и младший медперсонал на данный момент получаем и продолжаем нести этот непростой груз. Съемка предоставлена пресс-службой ВРКБ. Максим Козлов, Екатерина Тавлятова, Видное ТВ.